Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас 14 градусов, тепло. Мы сегодня, может, с собаками съездим на площадку, на собачью, но я поснимаю там, конечно. Новость, какие из Америки. Трамп всё ещё не признал, что Байден выиграл. В Твиттере, во всяком случае, он не сообщал. Так, ладно, что тут ещё? Жена Трампа, опс, это уже Лента.ру передаёт, задумываясь о разводе после результатов выборов в США. Если бы Милания смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находится у власти, он нашёл бы способ её наказать. И это, говорит, помощница, бывшая помощница семьи. Другая помощница, в свою очередь, рассказала, что все 15 лет их брака фактически были сделкой, и супруги даже спали в отдельных комнатах Белого дома. Ну, это ещё ни о чём не говорит. Ну, может быть. Может быть. Издание также сообщило, что Милания Трамп раньше вела переговоры о постбрачном соглашении, чтобы впоследствии их ребёнку досталась положенная доля наследства отца. Отца. Так, 7 ноября стали известны результаты выборов, демократ Джо Байден, бла-бла-бла. В конце ноября ему исполнится 78 лет, он будет самым пожилым американским лидером. Ну, хорошо. Жалко, что ли. Дональд Трамп считает, что победил на президентских выборах с большим перевесом. А-а-а, это кто? Это кто? Аргументы недели. Ха-ха-ха-ха. Сторонники действующего президента отмечают, что готовы покинуть страну после его поражения. Сторонники действующего президента. Ой. Противникам нравится отчаяние, которое испытывает Дональд Трамп. Да, ну. Чё там отчаяние? Это у русских корова сдохла хорошо. У соседа, в смысле. В США вновь выявлено в воле 126 тысяч случаев коронавируса за сутки. Ребят, если вы собираетесь жениться, да, а потом заводить ребёнка, пошлите-ка его в мединститут на эпидемиолога. Ну, или инфекционист, или что-то в этом роде. Потому что это будет очень-очень долго, этот коронавирус. Потихонечку с ним будут справляться. Но это очень надолго. И, ну, я не малышев, но в этом есть хорошая вещь, что, по крайней мере, хоть обратят на врачей внимание, что врачи-то, оказывается, нужны. Эрдоган поздравил Азербайджан со взятием ключевого карабахского города, город Шуша. Фуф, ну там да, там дела. Елизавета II впервые с начала пандемии появилась на публике в маске. Во, когда в маске? В чёрной маске. Ух ты, ёлпало. А Путин так и не ходит в маске. В съёмке Ведьмака, остановленной из-за вспышки коронавируса. Ведьмак, второй сезон. А-а-а, это в Англии. Ну, кто смотрит, да? Всё, тормоза. Названы версии крушения самолёта с ведущим НТВ. Там, правда, от самолёта ничего не осталось, за пять минут сгорело. Ошибка пилотирования. У него в сто часов налёта всё было, это очень мало. Ошибка пилотирования, возможно, или техническая неисправность, а именно двигателя. Вот такие дела. О, очевидец крушения самолёта с ведущим рассказал подробности трагедии. В момент падения самолёта он сидел в автомобиле и разговаривал по телефону. Он заметил, что судно как-то странно себя ведёт. И буквально в течение нескольких минут самолёт резко накренился и упал. В течение нескольких секунд произошёл взрыв. Самолёт болтало в воздухе в разные стороны. Ух ты, самолёт сгорел примерно за пять минут. Какой кошмар. Да, он сообщил по радиосвязи о неполадках с двигателем. После чего начал искать место для аварийной посадки. В поле приземлился и... Ай-яй. Жалко мужика-то. Сколько ему? Трицатник с чем-то. Нефти предвлекли проблемы из-за победы Байдена. Да если американцы изберут утюг президентом, а всё равно нефти будут проблемами. А рублю будут проблемами. Ой. Ой, не дай бог, что я сказал про утюг. Не надо утюг. Дзюба не будет вызван в сборную России из-за интимного видео. Байдена я вам рассказывал там, зачем он снимал или не он снимал. Я вообще не понял, да, как это всё было. Ну, в общем, он там занимался самоудовлетворением. На камеру выложили. Ох и ёлы-палы. Полиция задержала участников пикетов против назначения главы Омского Минздрава. Ну, это тот парень, который угробил, чуть не угробил, Навального, да, и его теперь брач. А теперь его назначили главой Омского Минздрава. А может быть, его в Москву заберут? Да. Так. Новок газификации в России потребует 1,9 триллионов рублей. Ах ты, да, сверх программы Газпрома. А как вы думали? Да, 1,9, потом будет 3,9, потом будет 18,9. Так. Ковидное бесплодие. Учёные обнаружили коронавирус в яичках пациентов. А кто же дал свои яички-то смотреть? Это, Господи, Боже мой. А, они у трупов смотрели. Ну, это у трупов, а у живых-то нету. Не знаю я, ребят. С этим коронавирусом пока вообще ничего не ясно. Вообще, понимаете. Вот вам чего стоит медицина. Один какой-то маленький вирус. И весь мир на ушах. Всё. В Новосибирской области возбудили дело из-за схода с рейсов 31 вагона. Вот это да. На станции Татарская. Ох, ёлы-па. Ух ты, и там развелось дизельное топливо. Объёмы пока уточняются. В целях исключения возникновения возгорания была проведена пенная атака. Ну, хоть доехали, успели. Вагоны были гружёны. Или гружены. Гружены. Я давно русскую речь не слышу. А жена такое слово не использует. Гружены. Щебёнкой и дизтопливом. Так. Байден намерен отменить ряд указов Трампа после инаугурации. Сразу, сразу. Ну, чё он? Опять зимнее время? Поменяй. Так, планируют вернуть США в Парижское соглашение по климату. Раз, отменить выход из Всемирной организации здравоохранения. Ну, тупой вот Трамп, тупой, вышел из Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, кандидат от демократов намерен немедленно отменить запрет на эмиграцию, нацеленный на многие страны с мусульманским большинством, и возобновить программу, которая позволит людям, незаконно привезённым в США в детстве, оставаться в стране. «Ребята, ребята, можно будет смотаться в Америку». Это очень хорошее новое для русских. Путин поздравил Меншикова с юбилеем. А сколько ему лет? Триста, наверное, Меншикова-то. Вот чудной, а. Во, я смотрю, Александр Данилович Меншиков. Родился в 1705 году. Князь. Сослан с семьёй в Сибирь. Чё это он? Чё это он? Или это другой Меншиков? А, актёра. Художественного руководителя. 60 лет. Ну, это другое. В МГУ в 2021 году будет одна волна зачисления абитуриентов. Одна волна. Одна волна. А раньше сколько было? Две? Наверное. МГУ хоть бы общагу им подстроили, а то там собираются храм какой-то делать. Такая худая, даже страшно. Фанаты Медведевой бьют тревогу. Да, Медведева худенькая, худенькая. Надо уходить к Тутберидзе от Плющенко. Или с кем она? Или от Плющенко к Тутберидзе. Вот так надо, да. Обязательно. Тут ещё Загитова какая-то. Ой, ой. Катаются, да. Россияне назвали 2020 худшим годом. Ребята, подождите до января, а. Вот это будет, да. 2021. Это будет вообще кошмар. Так что и этот будете вспоминать со слюнями на глазах. 20-й. Скандал в интернете. Это Варламов пишет. Ну, насчёт Артёма Дзюба, да. Его исключили из сборной на ближайшие матчи. Бла-бла-бла. Ой-ё. Было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. Тупой. Так, в РФС заявили о катастрофических имиджевых потерях Дзюбы после слева видео. И это уже Российский футбольный союз. Так, пенсионерка из Лианобласти совершила ритуальное самоубийство, о котором несколько месяцев рассказывала знакомая. Мрачная история. 88 лет тётя. Её нашли в ванной. Пенсионерка лежала в ванной, в своей лучшей одежде. Рядом обнаружили сборник христианских песнопений. И в нём было несколько закладок на страницах страданий и смерти Христа, на погребении и других. Это Питер, ребята. Ну, не Питер, Лианобласть. О, это для брониуса, для нашего. Родовая деревня Камалы Харрис в Индии празднует её победу в деревне Обстоп. Ту-ла-сен-д-ра-пу-рам. Ту-ла-сен-д-ра-пу-рам. Скорговорка. В южном индийском штате Таммилнат прошла торжественная церемония. Она была посвящена победе кандидатов на пласты президента и вице-президента Джозефа Байдена и Камалы Харриса. Она весёлая тётя. Вы говорите, Байден весёлый. А, вы ещё Камалу Харрис не слышали. Ну ладно, хорошо. Так, секс-символ 20 века Аллену Делону исполнилось 85 лет. Мне водолейка сообщила, а я уже знал, а я уже знал, 85 лет. Да, ребята, Аллен Делон не пьёт одеколон. Ха, ну ладно, молодец, красивый мужик. У него и старость красивая, да. Так, в Ставропольском крае построят велотрассу длиной 75 километров. Знаете, за сколько? За 3 миллиарда. Да что же это за велотрасса? 3 миллиарда. Ой. Ой. Так, и твиттер, твиттер. Патриотизм – это чёткое, ясное, аргументированное объяснение, почему мы должны жить хуже других. Это Михаил Жваневский так сказал. И профессор Преображенский заключает, точнее не скажешь. Ммм, да-да-да-да. Гуманитарная помощь из России. Одеяло, медикаменты, крупы и прочее. На фото армянские позиции с российским пулемётом 6П-41 «Печенек». Данный пулемёт был принят на вооружение в России в 2001 году и экспортировался в ограниченное число стран, среди которых Армении не было. Ох и правда, вон он, печенек, да. Не знаю, правда, не знаю, нет. Ну, вот тут ссылка есть. Адвокаты Трампа должны были выступить на разгромной пресс-конференции в отеле Филадельфии, но по ошибке забронили магазин с тем же названием. Как можно магазин забронировать. В каких-то... За гаражами, между секс-шопом и крематорием. Эта реальность круче любого вымысла. Ох ты, чёрт возьми. Так, чиновники Ульянской области отдохнули в Ницце за 6-10 миллионов рублей. Их временно отстранили от должностей. Временно. В их родном регионе каждый день умирали земляки от недостачи лекарств и медперсонала из-за коронавируса, пока они свои опы грели. Фуф, да. Так, чё у меня тут ещё? Наша Канада. Белорусы счастливее россиян, потому что Лукашенко для белорусов это вчерашний день. А Путин для россиян это день вчерашний, день сегодняшний и день завтрашний. Да, правильно. Правильно. А у тёти Розы, ваша любимая. Люди жестоки. Если Трамп так остро переживает поражение, зачем ему об этом сказали? Точно, точно. Ну что за народ? Пандемия набирает обороты, мы заполнены больными под завязку. Новых врачей почему-то за лето не прибавилось, а ряды нашего сопротивления неуклонно уменьшаются. Врачи дежурят сутки через сутки по одному на сорок человек. В реанимации между койками кушетки, чтобы только пройти. А в палатах с одной кислородной точки по очереди дышат трое. Ох, это где же, где же это такое? Не знаю. Да где угодно может быть. И последнее. Опс, вот хорошая новость ещё одна. Чё-то пошло время хороших новостей. Незаметная сенсация. 2 ноября сенатор Елена Мизулина лишена должности заместителя-председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Начало конца. Фактически это означает, что Мизулину на официальном уровне признали сумасшедшей. Да, ребят, ну это вполне такое может быть. И бах! Комментарий. Ха! В этом паноптикуме неудивительно будет, если она возглавит Совет Федерации вместо Матвиенки. Ох ты, чёрт возьми. Какая-то чистка началась. Ещё один комментарий. Странно. Пугает это. Вот такие дела, ребята. Всё на сегодня, всё. Совсем всё. И до завтра. А, ну вот ещё, может быть, с собачками мы погуляем. Ну так, 50 на 50. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.